Страшные кадры аварии, которые произошли в Николаевском районе, не оставили никого равнодушными. Напомним, водитель большегруза не успел вовремя затормозить и врезался в микроавтобус, который в столкновение наехал на впереди стоящую фуру. Погибло 16 человек, 14 из них были гражданами Киргизии. Выжило лишь трое, сейчас они проходят лечение в специализированном центре медицинской помощи. Пациенты находятся в отделении сочетанной травмы. Помощь оказана была как в Николаевском районе, так и в нашей больнице. В полном объеме, согласно нашим всем стандартам, руководствам, как мы проводим помощь. Сейчас все пациенты стабильные, будут в дальнейшем еще дополнительно до обследования, чтобы определиться в дальнейшем тактиках их лечения и ведения. Пациентов проведали губернатор Алексей Русских и чрезвычайно полномочный посол Киргизской республики в России. Как рассказал главврач, пострадавшие поступили в тяжелом состоянии. Но сейчас они идут на поправку. На данный момент состояние двух пациентов. Мужчины и женщины можно оценивать как удовлетворительные. Еще один мужчина получил серьезную черепно-мозговую травму. Его только что перевели из реанимации. Его состояние средне-тяжелое. Стабильный, но еще с учетом того, что травма мозга присутствует, здесь еще и имеет место быть нарушение сознания. Он так отвечает на вопросы. Но его компенсатурный мозг старается больше спать, чтобы меньше реагировать на внешний раздражитель. При положительной динамике пострадавшие пробудут больницы до месяца. Все затраты на лечение взял на себя регион. Также в город приехали родственники пациентов. Им обещали помочь с жильем на время лечения. С Москвы приехали? Да, с Москвы приехали. Вы тоже с Москвы? Мы тоже в Москве работали. А по месту временного вашего пребывания местные органы власти идут на встречу. И вам обязательно, в этом районе, чтобы далеко не ездить, вам окажут содействия, куда-то вас определяют. На данный момент возбуждено уголовное дело. Идет расследование. Как сообщили в посольстве республики, сейчас прорабатывается организация специального борта для доставки тел погибших в Кыргызстан. А родственникам погибших выплатят по 300 тысяч сомов.